Всем привет, с вами я Элис. Если вы следите за новинками моего канала, то наверняка видели очень много охот на кукол за этот месяц, которые я наконец-таки смонтировала. И сегодня, по вашим многочисленным просьбам, мы приехали в Тойзер раз, чтобы поохотиться за разными игрушками. Подписывайтесь на мой канал, активируйте колокольчик, не забывайте ставить лайк и писать комментарий под этим видео. Я вас всех очень люблю, мы пошли в магазин. Тойзер раз, любимый, на ладошке. Посмотрите, при входе в магазин сразу же висит надувной фламинго. Целый стенд при входе посвящен Мстителям и также миру юрского периода. Который, кстати, я до сих пор еще не посмотрела, вторую часть этого фильма. И также здесь появился новенький стенд с суперсемейкой. Вау! А это я вижу впервые. То есть вот этих куколок я уже видела в казино в другом магазине продуктовом. А эту еще первый раз, поэтому буду фотографировать. Подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там очень много фотографий с куклами и просто из моей жизни. Поэтому, если вы хотите это увидеть, то я вас всех жду. Это настоящая Ким Кардашьян в кукольном обличии. Господи, что у нее с нижней частью туловища. Чтобы пройти куклам, есть два варианта. Один из них это самый длинный, по которому мы сейчас с вами идем. Потому что я хочу вам показать весь магазин. Это же все-таки моя охота на кукол. По дороге можно увидеть вот таких вот очень милых плюшевых зверят. Здесь книги и также все для бэбиков. В целом для меня это вообще не интересно. Я думаю, для вас тоже, поэтому я вам этого показывать не буду. Самая интересная, наверное, часть магазина, помимо кукол, это игрушки плюшевые. Здесь есть вот такие вот милашечки. Разные Микки, Мини Маусы, Эльза. В общем, это вообще все круто смотрится. Плюшевые большие игрушки. Вот таких вот я вижу впервые в жизни. Огромных еще и с крыльями. Это очень странно. Единорогик. Самое крутецкое. Это вот такой вот розовый единорог. Только посмотрите, какой он милый. Он прям вообще офигенный. Я его видела во многих магазинах. Постоянно с ним фотографирую. Потому что... Спасибо, что вы орете. Спасибо. Короче, вы меня поняли. А еще есть вот такие вот крутые палки. И на них головы единорогов. Крипово, да. Но типа как на метле можно скакать. Супер. Дальше стенды с велосипедами, с самокатами. И я помню, где-то там далеке находятся ролики. И мы как раз таки мне купили здесь мои первые ролики. Постоянно раньше здесь каталась на всяких средствах передвижения. Сейчас будет весело. Все. Домики стояли где-то там. Я постоянно на них забиралась и играла. И это было круто. Я мечтала о такой тачке. Но, к сожалению, моя мечта так и не осуществилась. Это просто потому, что мои родители сказали, что я же девочка. Зачем мне тачки? Кажется, самый интересный стенд это вещи по скидкам. Я вообще любитель скидок и всего, что с этим связано. Поэтому для меня это особое местечко, где я могу зависать очень долго. О, класс. Ну все, я красотка. Хейты расскажут в фотошоп. Как вам сумочки Виолетта? Я лично никогда не смотрела этот фильм. Вообще не фанатела от нее. О, свалка разная. Это прям интересненько. Что это такое? Ладно, это мне не нужно. Вот, смотрите, за 5 евро вместо 10 можно приобрести Frozen. Но здесь не хватает нескольких фигурок. Зато 5 евро. Как вам эта красотка? Чисто голова, которая стоит 10 евро вместо 25. И управляемые машины за 4. А это огромные рисунки с принцессами и тачками, которые вешаются на стены, на кровати. Вернее, приклеиваются. Ух ты, тут оказывается есть еще и куклы. Во-первых, вы посмотрите. Эксклюзива той из расы. За 50 евро Beauty and the Beast. Очень много made-to-move Barbie. И я никогда не перестану говорить, что это моя любимая Barbie из коллекции Fitness. Есть еще DC Superhero Girls по 10 евро в бюджетке. И как вы видите, у нее полностью молдированное тело. Это ужасно как по мне. Магазин заметно опустел с того года. Как вы знаете, по Америке закрылось очень много той из расов. И это, конечно же, сказалось на магазинах в других странах. Просто голяк. Полнейший. Я не знаю, как это прокомментировать. Если вы посмотрите мою предыдущую охоту с того года, ссылку я на видео оставлю в описании, то вы поймете, насколько все изменилось. И причем в худшую сторону. Кухоньки с Эльзой. Здесь пупсы. Я не особо понимаю, что из них, какие коллекции, какие серии. Поэтому просто вам сейчас покажу, и вы уже сами разберетесь. Единственное, что меня реально привело в шок, это такой огромный набор. Офигеть. Че? Сколько здесь всего? Разные бутылочки для пупсов. Стоит за тут 30 евро. Какой зайчик? Я Мэри Поттенс. А еще я соблюдаю память на телефоне, чтобы делать нормальные снимки и выкладывать их к себе в Инстаграм. Для пупсов такие тарантасы придумать. Ну просто, ну почему? Я так давно искала лол. Вот их завезли. Вот такие вот лолы. Пэтс. Европейская версия, как вы можете заметить. Кручу-верчу. Запутать не хочу. Вообще хочу разобраться. Что это такое? Короче, 16 евро стоят вот такие вот лолы. Пэтсы. Также вдалеке можно увидеть. Я вот сейчас вижу лол конфетти. Но они уже стоят 20 евро. Кстати, в тот раз, когда я приходила сюда, их не было. Класс. О, Энчанти лол. Ну вы сами видите, как их здесь много. Крохи Лил Систерс. О, здесь стоят 10 евро. И теперь мы наконец-то с вами перешли к Барби. Ух, вы сами сейчас все видите. Кстати, новые куклы. Это Мокси Геллс. Вернее, мы их сюда со склада привезли. Что же касается Монстр Хай. Во-первых, здесь есть Буйорк-Буйорк Эли Ди. Офигеть. 40 евро. Я в жизни не видела таких цен в Европе. Также есть за 25 евро Бьяму Винюла Монстр Хай. Но это коллекция Welcome to Monster High. 25 евро только Франкештейн осталось. Калла Мэри и Франкештейн с коллекции Great Scary Reef. Большой Кошмарный Рим. Здесь даже на русском все написано. Можем заметить повторки. Iris Clops. На нее сейчас действует акция. Вместо 25 евро она здесь обходится в 20. Из коллекции I Love Fashion. Их здесь достаточно много. Она является эксклюзивным той же раз. Здесь коллекция Electrified. Это Сильви Тимбербург и Ари Хантингтон. Внизу Гигантши. Это Гулиопа Джеллингтон из коллекции Freak De Chic за 40 евро. И также Триза Торт Биллоу из коллекции Карлин Гоуз за 40 евро. Дальше идут DC Super Hero Girls. 25 евро стоят все базовые. Также Bad Girl. Не шарнирные, обычные. Больше всего я люблю Bad Girl. Она мне прям действительно нравится. Wonder Woman за 15. На нее сейчас действует крутая акция. Я вижу мотоцикл с Bad Girl. Вот такой вот мотик. Стоит этот набор 40 евро. А чуть ниже можно увидеть новинку. Если я правильно называю Quad Bike Set. И он обходится также в 40 евро. При условии, что здесь есть две куклы и еще квадроцикл. Вау! Так круто, что есть еще и квадроцикл для кукол. Ну, очень много The Wonder Poof Girl. Да, с английским у меня, видимо, нормально. Да, здесь появились Леди Баг и Супер Кот. И здесь в основном занимают полочки. Вот такой вот набор с Леди Баг и Котом Нуаром. Вот такие вот аксессуары непонятные. А также костюмы. Ох! Перчаточки. Я не знаю, какого... Не знаю, каким местом здесь затесались эти по 20. Ну и также есть Regal Academy. Вообще не знаю, как они там читаются. Ценую 27 евро. Вы знаете, какая скидка сейчас на этих кукол? Вместо 28 евро они стоят 27. Не, ну это можно считать, конечно, скидкой. Если вспомнить, что полчаса назад я была в продуктовом, и там вообще вместо 2 евро и 5 сантимов товар стоил 2 евро... Да, евро это уже существенно. Если что, это 80 рублей. Продолжение следует...